Итак, какая сейчас обстановка в Нидерландах? Я всё ещё нахожусь в Нидерландах, в городе Сандом, и сегодня 10 марта, и знаете, наплыв людей просто сумасшедший. Сегодня на ужин к нам отправили волонтёра, украинскую женщину, которая два года живёт уже здесь, чтобы у кого-то есть, возможно, языковой барьер, и она помогла с чем-то. Так вот, в конце ужина она обратилась ко всем нам и рассказала некоторую информацию. Вот, например, что только за сегодняшний день, напоминаю, 10 марта, поступило сюда, в Нидерланды, 400 людей из Украины. Только сегодня. Я здесь нахожусь из 6 марта, то есть вы можете представить, какой наплыв, сколько людей за эти несколько дней приехали сюда, а завтра будет ещё новый день. Дальше. Смотрите, первый день, когда мы приехали, 6 марта утро, рано утро, мы в 5 утра примерно нас заселили, в 3-5. И, естественно, на завтрак мы пошли, потом на ужин, и мы были одни практически. Вот, с кем мы приехали, мы потом в поезде познакомились с людьми некоторыми, мы тоже вместе уже сюда приехали, и мы были пока что одни. Но потом, на следующий день, людей стало больше. И вот, 6-го и уже сегодня, 10 марта, вокруг нас другие отели, куда селят тоже украинцев, и они ходят сюда, в отель, где живём мы, потому что здесь большая столовая, и здесь удобно кормить. И вот они со своих отелей идут сюда буквально минут 2-5 ходьбы. И, собственно, о чём я просто говорю, что наплыв людей огромный, очень много людей. Никто не ожидал, правда, никто не ожидал, что люди поедут в такую даль, Нидерланды, это очень далеко, ну, по сравнению с Германией, да, Польшей, вот. Но, чтобы вы понимали, уже здесь, скажем так, много, очень много людей. По поводу любой информации, там, минимум, про вакцины спрашивают, спрашивают, есть ли свободные места в отеле, где я живу, как расселяют. Делайте так, как делали все мы, потому что это бесполезно, допустим, звонить волонтёру и договариваться, здравствуйте, можно я именно к вам вот приеду сюда. Это маловероятно, что именно когда вы приедете, для вас уже будет ждать место. Просто приходите, участок полиции, и вас будут оформлять и направлять в свободные отели, в свободные места, где можно жить. В общем, как мы, так и вас в любом случае поселят, расселят, дадут жильё. Просто заранее это практически невозможно сделать, насколько огромный наплыв людей. По поводу информации, там, о выплатах, женщины, особенно с детками, переживают, спрашивают, можно ли там деток в детский сад в школу. Ну, смотрите, вся эта программа начала работать только с 3 марта, они запустили. И она до сих пор в разработке, она до сих пор разрабатывается, они до сих пор меняют иногда что-то, какие-то моменты, потому что это для них всё новое. Они тоже с этим только знакомятся, они видят, какое большое количество людей, что надо с ними всё это организовать, нужно всё это всем предоставить, потому что если они что-то сделают, какой-то закон, какие-то правила, они, естественно, понимают, что это должно действовать на всех. И поэтому, то есть они тоже разрабатывают это всё. Конкретной информации об этом пока что нету. Много спрашивают по поводу выплат, по поводу каких-то там... Я даже слышала, они не единожды мне писали, вот если я еду со своими деньгами, или с какими-то, не знаю, там, драгоценностями, или ещё чем-то, забирают ли это. Нет. Деньги ваши, это они ваши. Государства, страны Европы, они предоставляют отель, они по возможности предоставляют, и чтобы и питание было бесплатно, и если вам что-то срочно прям нужны какие-то вещи, которые вы не можете себе сейчас позволить купить. По поводу выплат сейчас ничего не понятно. Поэтому их нет, просто нет пока что. Не знаю, как будет потом, но просто много людей спрашивают, и я вот отвечаю на эти вопросы. Всё, что у нас сейчас есть, это как бы по возможности мы поменяли свои деньги, то, что у нас было, но их немного. Вы сами понимаете, евро, это, скажем так, это не украинская гривна. И, там, если для местных жителей 15 евро это ничего, для нас это, скажем так, уже большие деньги, поэтому по возможности мы поменяли, чтобы покупать те вещи, которые нам необходимы. Вот. А в плане косметических каких-то моментов, там, это всё, слава богу, предоставляет отель, и здесь место есть для волонтёров, которых ты можешь спросить. Ну, допустим, там, женские какие-то косметические вещи, или ещё что-то такое, вот, что нужно для ежедневного использования. И, опять же-таки, о чём я просила в предыдущих видео, и буду просить дальше, о том, что, уважаемые украинцы, я вас очень сильно прошу, будьте культурными, будьте благодарными за всё, что вам даёт европейский житель. Потому что вы видите волонтёров, это люди, которые добровольно, по своей инициативе, просто от того, что у них большое доброе сердце, они помогают нам. Если вы видите волонтёра, человека, который приглашает себя в дом, это его собственное решение, он за свои деньги вас кормит, и вы живёте в его доме. То есть, если вам предоставили отель, и вы видите, что там персонал работает, и нужно ко всему относиться с благодарностью и культурно. Но это всё сейчас европейские страны предоставляют безвозмездно, от всей души. И поэтому просто принимайте это, и будьте благодарными. И так, уважаемые украинцы, если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите. У меня под видео всегда есть ссылка на мой инстаграм, пишите туда, и по возможности я постараюсь помочь каждому. Берегите себя. Так, это одно из ещё очень прекрасных мест. И самое интересное, что здесь выход на речку, скажем так, на воду. Индивидуально. То есть, у людей свой двор, и вот только они могут выйти. То есть, мы хотели подойти ближе к воде, но мы не смогли, только здесь, возле моста. Потому что это частная собственность. Мы, кстати, по дороге встретили лебедя, но мы к нему поближе не смогли подойти. Вот и причина, что... Опять же таки, это было частная собственность. Просто из-за легава наблюдали за этим красивым. Кстати, хотела себе. Ну, только тоже, всё-таки, не делала. Сыгрывает на себе. Вот, наконец-то нашли спуск к воде. Сейчас можно присесть, отдохнуть и насладиться видом прекраснейшим. Очень интересно нам продать. В общем, это жилой дом. И рядом с ним стоит его лодка. Ну, и вот он так утром просыпается с видом на воду. И потом садится в свою лодку и отчаривает. И так вот многие. То есть, там за лодками дальше другие дома. Здесь тоже. Вот, видите, дом и... поменьше. Да? Ну, и... Продолжение следует... И маленький тоже. Маленький кораблик. Тут уткам, всем птицам очень хорошо. Чайки. Тут много рыбки. Прям видно. И жилые дома обычные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чайки большие красивые нарциссы. В предыдущем видео я говорила, что в воде стоят какие-то большие, как трубы, бочки, что-то непонятное. Теперь понятно, что это. К ним привязывают корабли большие, когда пришвартовываются к берегу. Они просто ходят по дорожке. Они не ручные, но людей не боятся. Это семья. Папа и мама. То, что зеленая шейка, это папа. То, что серенькая, красивая, это мама. Здесь, в Нидерландах, я впервые столкнулась с приятной такой особенностью. Что, смотрите, вот эта маленькая дорожка, это для пешеходов. Вот эти две, это для велосипедов. Там дальше идет именно трасса для машин. Когда ты по городу ходишь, нужно обращать внимание не только на то, что едут машины на дорогу. Нужно еще смотреть... Отдельная есть дорога для велосипедов. То есть нужно смотреть туда, потом смотришь на машины. То есть это все нужно аккуратно, внимательно просматривать. Это очень-очень важно. У нас здесь все предусмотрено. Везде есть светофоры, везде есть указатели. Поэтому тут все предусмотрено, все для людей. Светофор велосипедный. Здесь будет оранжевого цвета и зеленого. Там человечки. Это мост для людей, пешеходов, чтобы перейти с одной стороны на другую. Там куча торговых центров, которые в Одессе, как будто бы мы из Украины и не уезжали. Это эпицентр в Нидерландах. И много цветов. Очень много цветов разных. Так. Ток. И гонки. Пошли. 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 Продолжение следует...